приветствую друзья вы на канале киберок tv и мы продолжаем прохождение world of warcraft итак в этой серии мы продолжим изучать данную локацию бесплодные земли да вот а дальше мы пойдем в запределье друзья да я решил что мы пойдем в запределье потому что я еще раз пересмотрел опросик и увидел что за то чтобы я пошел в запределье проголосовала аж целых восемь человек не только два против ну и конечно же 7 по барабану да вот такое дело я хочу все-таки пойти в беспределье и сам потому что ну знаете сюда еще могу вернуться в азеротик просто хочется увидеть увидеть новую локацию вот новую планету или что там это короче родина орков до запределье вот короче я хочу и все тут ладно давайте короче не знаю поговорим тут с кем-нибудь или задание выполним тут у нас что-то есть за сокровищем с кулаками скрижали галганета какого-то вот давайте прочитаем что за задание а то я уже не помню есть у меня к тебе одно предложение если ты конечно не против дворфы черного железа ошивались тут еще до того как прибыл дардин со своими своими ребятами а значит как только руины титанов открылись они оба оба на тут как тут и все самое ценное сразу загробастали бьюсь об заклад в крепости анг ангор на северо-западе у них еще полно сокровищ ты уже доказал что способен задать перцу дворфом вот и иди в крепость проложи путь к сокровищу титанов окей я бы и сам с тобой пошел да вот пьян что-то сильно гномы 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 давайте поговорим вот с этим так старший он должен по моему нам рассказать про титанов да я вот не уйду сейчас этой локации потому что тут эта тема пошла про богов и про этих самых драконов и так далее да очень интересно так пешка страж когда эти деятели из реликварии сюда заявились мы задергались и стали выкапывать все без разбора печальный печальный это был день для археологии к счастью ольге удалось наткнуться вот на эту нефритовую статуэтку нам кажется это своего рода ключ но мы не можем понять что он открывает может быть тебе повезет больше может быть пешка часовой статуэтку чуть статуэтку чуть было не стащили у нас эти бездельники из реликварии кровавого взора нам удалось поймать их с поличным мы вернули статуэтку но это мало чем помогло похоже статуэтка является своеобразным ключом но никаким но никаких замков я в этих руинах не вижу не хочешь попробовать поискать выясните для чего нужна пешка часовой гробницы стражи в бесплодных землях гробницы стражи это вот то место где я был прошлый раз так ладно пойдем сначала вот потому заданию его я в прошлой серии не выполнил ну-ка еще разочек да точно мы же идем дворфов грабить из клана черного железа о привет мои они тут маги даже все походу да или нет а ты такое да и винчи это же да и винчи а я чуть не понял куда он прет и чё все за ним поперлись всем лежать что-то тут произошло могу мы губ голема это самое с голема руду собрали прикольно а где-то и винчи скрижали голганета так где это скрижаль к а это я думал это блин персонаж нпц а это человек бегает вот такие вот делишки так я не вижу эту скрижали значит я нельзя прочитать жаль ну задание выполнено пойдемте сдавать пойдемте сдавать тут больше ничего нет интересного у них тут еще подъем наверх есть нифига себе давайте-ка мы ой исчез нифига себе как они сюда свои танки запихали хорошо же вы тут устроились гномы а вообще офигеть прям в скале выдолбили себе домик неплохо так совсем неплохо сегрун рудотер как ты уже вернулся ну наконец хоть какое-то сокровище а то я уже начал бояться что это вообще никакие не руины титанов пожалуй твою находку так покажу твою находку дардину еще раз большое спасибо атерос да не за что не за что так да точно это те наплечники которые мне понравились полетели полетели дальше друзья полетели дальше нам еще не рассказали про титанов пока не расскажут никуда не рыпнемся отношения сталь горна выросла это хорошо о привет так значит нам куда-то сюда понял здесь ничего не было и вдруг что-то появилось статуэтка легко входит углубление в холодной мраморной плите окей как только статуэтка оказывается на месте в камне появляется еще несколько каменных статуэток в ней в нише в дальнем конце комнаты вы видите еще одну рубиновую фигуру вы слышите голос страж наблюдает страж защищает страж никогда не смежает очей не смежает наверное такое слово все-таки есть красная статуэтка на другом конце комнаты наверняка для чего-то нужна может быть попробовать попробовать соединить две красные статуэтки у нас здесь типа головоломочка да головоломочка две красные пешка часовой пешка часовой две красные а ты че тут встал а я понял в общем на другом конце говоришь а это че такое нужно как бы это самое смотреться что ли че у нас да как в той комнате еще что-то есть надо сходи туда прежде чем мы продолжим походу у нас тут головоломочка неужели неужели так ну-ка с легким щелчком статуэтка входит углубление понятно входит и что и что так вы видите как статка сначала раздваивается затем делится на 4 а затем на 8 одинаковых статуэток которые выстраиваются в квадрат прямо в вашем сознании раздается голос настоящий страж не смотрит вовне отыскивая признаки опасности настоящий страж обращает свой вгляд вовнутрь сосредоточенно оберегая свою добычу должна быть это какая-то загадка наверное этих ребят нужно вот так вот сделать нет а у нас тут опять че-то настоящий страж смотрит вовнутрь короче я понял делаем вот так блин чего ну иди сюда я же тебя сдвинул ты был здесь чтобы взаимодействовать с выбранной целью вы должны подойти поближе а понятно двигаем 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 вот так 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 а этих двух надо тоже местами поменять Блин, не хочет работать. Не круто. Опять. Тут у нас все вроде бы нормально. Что-то я маленько запутался. Что-то я маленько запутался. Я вообще правильно пошел здесь? Или лучше по-другому? Возможно, лучше как-нибудь вот так. Вот так вот. Так, вот ты должен... Вот ты должен быть вот здесь. Вот так. А ты должен быть вот здесь. Но пока давай-ка мы... Так, надо как-то... Надо как-то, надо как-то... Надо... О, вот так, вот так. Вот так, вот так. Вот так. Так. Ну разве не прекрасно? Ну разве это не прекрасно? Так. И сюда, 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 и сюда. Класс. Они, я так понял, должны все вовнутрь смотреть, поэтому я тут мудохаюсь с этим делом. Так. Ты должен быть вот здесь. Значит, мы вот сделаем вот так. Великолепно. Великолепно. Так. Нефритовая статуэтка снова становится одним целым, и вы убираете ее в карман. Слышу, как в центральном зале гробницы происходит какое-то движение. Неужели? Неужели там что-то произошло? Да, ну, поломали немножко мы голову. Неплохо так поломали. Я даже испугался, что облажаюсь. Я давно головоломок никаких не делал. Так. В главном зале где-то что-то там открывается. А, эта головоломка даже исчезла. Тут было две головоломки. Можно было решить одну из них, да? Хм. Прикольно. Ну, ладно. Ну, ладно. Я чуть не понял. Вот, кружочек показывает. Вот, тут вот, но... Ну-ка, еще раз. Игра часовых завершена. А, там страж. Наверное, стража нужно убить. Точно. Надо стража убить. Нет? Что-то я не совсем понимаю. В главном зале открывается что-то. А что там открывается? Так, это я просто пометил стража. Так, все-таки нам нужно выполнить вторую загадку. Просто она исчезла. Поставьте статую на плиту. Так. Ну, если чувак лучше знает, может быть, посмотрим, что он будет делать. Вперед! Не хочу долго париться. Ой. Ой. А что-то так криво-то. Понятно. Ну, у нас явно что-то не выходит. А ты? Нет. Стопэ, может, его можно повернуть? Тебя можно повернуть? Нет? До встречи. О, его можно повернуть. Отличненько. Так. Так. Ясно. Здесь у нас вот такая вот беда. Что мы можем сделать? А с тобой? Ну, все должно быть просто. Ну, все должно быть просто. Как мне кажется. Как мне кажется, все должно быть просто. Просто нужно всех повернуть. Верно? Есть. Отлично. Блин, а ну это прикольно, то, что они головоломочки добавили. Вам не кажется? Вообще супер. Красная статуэтка выпадает из ячейки, и вы убираете ее обратно в сумку. Слышно, как что-то грохочется в центральном зале гробницы. В центральном зале гробницы раздается нешуточный грохот. Все-таки что-то с теми огромными статуэтками, статуями неладно. Неладно, говоришь? Окей. Пойдем, пойдем, посмотрим. Что с ними такого неладного-то? С кем мне тут поговорить из вас? Судя по цвету, это должен быть страж. Вы видите небольшую выемку в том месте, куда вставляется пешка. Ой, все нормуль? Ты как, друг? Я тебя случаем не сломал? Ой-ой-ой. Ты зачем это самое на меня нападаешь? Я его даже не вижу. Так, первый готов. Первый готов. Тут тоже самое. Не обязательно читать. Но... Как только вы завершаете осмотр статуи, возвращается в свое начальное положение. А, статуя. Ну ладно. Однако в комнате что-то изменилось. Второй защитник падает замертво. И у задней стены зала появляется сундук. Быть может, это как раз то, что они охраняли? Окей. Окей. Пойдем. Ура! Мы нашли сокровище! Есть! Вы смотрите в сундук. Я смотрю в сундук, и там нифига нет. В сундуке на подушке лежит небольшой округлый предмет. Если в этой гробнице и есть артефакты титанов, то это точно один из них. Вы решайте отнести его доктору Бламу. Отнесите его ко стражей доктору Иерониму Бламу. Удел Угмонда в Бесплодных землях. Окей. Блин, да это прям Том Райдер. Кстати, на Том Райдер да пройти черт. Почему я все время забываю? Так, ладненько, 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 ладненько. Идем, возвращаемся в лагерь. Сдавать задания. Кто-то из них обещал нам про титанов рассказать. Кто-то из них обещал. История, конечно, скучная вещь. Но все же интересная. Так. Доктору какому-то нам нужно Иерониму Бламу. Это вообще уже в другую локацию. Блин, а почему мне никто не рассказал про титанов? Что за фигня? Ну ладно. А, не, это не в другую локацию. Это здесь рядышком. Мы здесь уже были. Да, давайте, кстати, руду соберем. А ну стой. Привет. Ну и как наш выстрел на удачу принес удачу? Око стражей. Одно единственное крошечное устройство. Никогда не понимал я этих титанов. Ну ладно, давай-ка поглядим, что умеет этот глазик. Пока-пока. Протокол загрузки выполнен. Цель обнаружена. Производится сканирование. Обнаружена аномалия. Потенциальный источник древний бог Азерота. Источник древний бог Азерота предпринимается попытка установить аномалию. Повторяю под протокол. Под протокол начинаю сортировку остаточного материала. Зримые объекты скомпилированы. Аномалия не обнаружена. Пользовательский протокол завершен. Включаю поле стазиса. Какого стазиса? И ты куда полетел? Летим за ним. Быстрее, 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 быстрее летим. Э, куда ты делся? Блин, исчез. Ладно, пошли назад к этому доктору. Я думал сейчас еще что-нибудь будет. Что-то вообще было такое. Я не понял. Какой-то шарик разговаривающий появился. Доктор Блам смотрит на яйцевидный предмет в нем, в нем изумлении моргает, словно не веря своим глазам. Затем переводит взгляд на вас. Ты это видел? Невероятно. Мои догадки о титанах подтвердились. С твоей помощью, конечно. Надо отнести все это Рея. Она покинула долину Литтлор. Еще бы пришлось, когда она трансформировалась в свою истинную форму прямо на глазах у дракончиков. Рея остановилась на западе в лагере Альянса под названием Драконья Пасть. Она будет ждать тебя. Да, вместе с яйцом. Окей. Отнесите очищенное от скверны яйцо черного дракона Рея. А, понятно, эта фигня очистила яйца от скверны. Прикольно. Прикольно. Ну что ж, вылупятся здоровые дракончики. Так, бесплодные земли. Мы уже приближаемся к краю этой локации. Да, еще раз скажу, мы все-таки пойдем в запредели. В основном потому, что мне так хочется, но еще потому, что поддержка этой идеи выросла. Молодцы, ребята. Продолжайте активно участвовать в комментариях и так далее. В вопросах. И мы вместе сделаем хорошее прохождение. Я надеюсь. Я на это надеюсь. Так, открыта новая территория Драконья Пасть. Драконья Пасть. Рея. У тебя с собой драгоценный груз, Атерос. Я заберу у тебя это яйцо. Нам нужно его сохранить и спрятать как можно скорее. Его ищет множество разъяленных драконов. Кстати, рада была повидаться Атерос. В спешке, покидая долину Литлор, я забыла завершить одно дело. Это касается Ник Сондры. Она на свободе и бросила тревожный клич среди черных драконов. Половина крыла здесь, на западе бесплодных земель, прочесывает местность в поисках этого яйца. Я позабочусь о том, чтобы его спрятать. А ты, пожалуйста, займись самыми опасными драконами. Не без помощи, конечно. Поговори с Эриком вон там, на другой стороне лагеря. Он вместе с братьями пойдет с тобой. Окей. Тиранос Шторм. Тиранос Шторм. Знакомое имя? Где я его уже слышал? Так, у нас здесь воргены. И аж три новых задания, если не больше. А что это у нас тут? Что это такое? Тут у нас орки живут, походу, да? Ну ладно. Не будем им мешать, пусть в себе живут. Привет! Так, ну привет. Резвый, лютый и крепкий. Так это ты, человек, которого мы тут поджидаем? Ты очень вовремя. Я не проще поразмяться. Эй, парни, как насчет завалить парочку черных драконов? До скорой встречи! Прежде чем мы съедем с катушек и займемся уничтожением драконов, давай-ка я расскажу тебе немного, как я обычно дерусь. Меня называют Резвый. И вот почему. Я врубаюсь прямиком во врагов, шлемом вперед. Прошу заметить и оглушаю их на несколько секунд. Для особо сложных ситуаций у меня всегда припасено несколько склянок с зельями. Почему бы нам не попрактиковаться? Давай, выйди в поле и попробуй. Выйти в поле, говоришь? Выйти в поле, говорит. Окей. Я вышел в поле. А вы что хотите сказать? Я могу помочь? А, они тоже хотят, чтобы я в чем-то попрактиковался. Вперед. Ой, ну вы будете его бить, нет? Знаете, мне нравятся эти братья. Подождите, это братья-викинги из этого самого? Хотя нет, вроде это не те. Из героев шторма. Там тоже есть, короче, герой. То есть, три героя, но они идут как один герой. Ими можно управлять. Вот они примерно так же и бегают в этой игре. Очень похожи на них эти ребята. Ладно. Олаф, капитан Громодина. Ты, может, не заметил, но для Дворфа я довольно велик. Я обеспечиваю прикрытие своим братьям, чтобы они не попали в беду. Они мелковатые и таких здоровых сил. Как у меня, у них нет. А я большой и запросто выдержу удары сразу нескольких чудовищ. К тому же, если не зевать, всегда можно подставить вместо себя щит. Я и тебя могу защитить. Давай немного попрактикуемся. Уже я позабочусь, чтобы враги нападали на меня, а не на тебя. Ну, окей. Давай. И давай еще один. Прежде чем я начну забрасывать стрелами этих драконов, позволь представиться. Я Бейлок. Основная боевая сила этой группы. Мой меч острее зуба. Краколиска. Острелы поют, как банши. А почему у меня меча нет, а, друг? А ну-ка, отдай мне меч свой. Правда, мои силы быстро иссякают. Я не могу выдержать столько урона, сколько двое моих братьев. Одно твое слово, и я прицельным выстрелом поражу сердце врага. Также я могу воодушевить своих братьев и дать им силу боевого безумия. Окей. Значит, у нас лучник, ддшник. Второй. Один из них танк. Они оба-то, кстати, танки. Не знаю. Вперед, погнали. Испытать карманное зелье. Карманное зелье. Испытали. Испытали. Сдаем это задание. Не то, чтобы я... Не то, чтобы я был тем, кто у вас называется силачом, или бывалым воякой, но дело свое я делаю по-своему. С удовольствием посражаюсь с тобой плечом к плечу. Были у меня разные напарники, но охотник, да еще такой забавный охотник первый раз. До скорой встречи. Ну, пока. Пока, дружище. Испытать выстрел. Сейчас испытаем. Иди сюда. Бам. Испытали. И сразу испытаем боевой крик. Отлично. Мы молодцы, ребятки. А еще это испытаем, и это испытаем. Все. Готово. Видишь, не о чем беспокоиться. Коли Олаф рядом. Одно твое слово, и я защищу тебя от любых чудовищ. Спасибо, Олаф. Олаф Мейстер. Здорово. Думаю, ты готов, Атерос. У тебя уже неплохо получается. Так, поход на дракона. Приветствую тебя, Атерос. Я смотрю, вы четверо уже успели познакомиться. Вот тебе первое задание. Колоран, древний и могучий черный дракон, присоединился к охотникам за яйцом, которое мы оберегаем. Его необходимо остановить, прежде чем он подберется слишком близко. Ты найдешь дракона и его приспешников в знойных песках к северо-востоку от драконии пасти. Выследи его и убей. Скорее всего, тебе понадобится помощь твоих новых союзников дворфов. До скорой встречи. Ну, сейчас выследим. Это как раз рядышком. Пойдемте, дружи мои. Мои дружи. Блин, какие же они прикольные. Надо будет выкачать того героя в Героях Шторма. Правда, он, наверное, из другой игры, как я и сказал. Вряд ли это вот эти вот братишки. Хотя... Хотя, может быть, надо проверить. Солдат летящей тьмы. Вон он, наш колоран. Обойдем все это дело. Постараемся. А ну, стой! А ну, стоять! Куда ж ты? Давайте-ка мы сделаем вот так вот. Он что, спецом от меня улетает, да? А не, он просто по кругу... По кругу летает. Солдата еще... Солдата летящей тьмы мы еще успеем убить. Но этот дракон, он... Все время куда-то... Сворачивает. Надо его первым. Эй, эй, эй! Потише, потише, друг! Потише! Все нормально, успокойся. Ой, что-то я не то подобрал. У меня нет цели. Так, мы его убили. Все, остались солдаты. Нифига себе, как он ворвался. Так, мы, кстати, можем использовать наших гномиков. Гномиков. Давайте попробуем, как быстро они справятся. Нам еще два солдатика нужно. А ну-ка. Вперед! А, могущественный лев, это, наверное... Наверное... Агрить мобов навык позволяет, мне кажется. Вперед! Мочите их! А еще вот и... Ха! Он стреляет из лука, как из дробовика какого-нибудь. Ой! Как так? Бейлок погиб. Ну-ка, зелье. О, зелье помогло. Хорошо. Все, возвращаемся. Или не нужно возвращаться. Одним драконом меньше, одним шагом ближе к успеху. Вперед, бойцы! Черная дракония стая знает свое дело. Они заняли большую часть Нового Каргата. Да, Нового Каргата. Крупного поселения Орды к северо-западу от драконии Пасти. Войсками командует генерал Жирака и его правая рука Малдар. Их надо остановить. Мы, драконы, не принимаем участия в этой вашей разборке между Ордой и Альянсом. Но я понимаю, чем вы рискуете, отправляясь в Новый Каргат. Прошу вас, герои, будьте осторожны. Ну, пошли в Новый Каргат. Бомбарби, Киргуду. Так. Каргат это вот этот корт, где я позволял Оркам жить. Ну, ладно. Теперь придется их уничтожать. Все, хана вам. Хана вам Орки. Генерал Жирака. Молдар. Драконоидов Летящей Тьмы. Драконоиды, это вы? Нет. Да. Или нет. Ну, короче, мочим. Да, подойдут. Спадки. Вперед, мои братишки-викинги. Точнее, гномики. Бам! Готово. Это было легко. Ну-ка, зайдем-ка в эту зданицу. Там у нас кто-то сидит. Какой-то большой дракон. Видимо, некий босс. Молдар. Он как раз-таки нам и нужен. Умри, засранец. Ой, на мне дебаф какой-то. Че я делаю? Так, я опять подобрал мусор. Мусор, мусор, мусор. Нужно выкидывать. А тут ничего. Ну, мусорчик крутой, да. Это ордынский мусорчик, кстати. Прикольный. Мне нравится, обожаю этот мусор. Горн. Его зовут Горн. Это было зря. Я что-то не вкурил. Ладно, придется покинуть тело. Видимо, я куда-то не туда пошел. Братишки, погнали. Их тоже убили, бедняги. Подставил бедных братишек. Там что, я не понял. Там этот самый лагерь орды, что ли? Прямо с местом, где квесты делаются. Это как? Подождите, дайте зайду, посмотрю. 57 уровень, ну и че? Ну и че? Ты кто? Торговец. Ну да, в принципе. Это походу лагерь. Но он 57 уровня всего-то. Че за нафиг. Ладно. Так, нам все равно не сюда, нам наверх. Блин, этот навык летит только по прямой. Она скалу не хочет. Пойдемте. Это походу лагерь. да мы тут походу всех драконов перебьем пока будем мешать им искать яйцо они тут все передохнут и никаких проблем не останется мы их всех порешаем так раз этот навык летит по прямой мы его запустим прям вот отсюда и бум ой а тут а тут он почему-то решил повернуть видели ну ладно сейчас бы пригодился этот навык но я его уже потратил так метки выстрел повышает ваш показатель скорости на 40 процентов не тронь моих гномов и а ну ребятки дайте дропик взять о у меня на голове какая-то фигня видали не это тот же шлем только он выглядит как у этих гномов чё за фигня ну если мне его оставят то хорошо я не против выглядит он неплохо мне нравится ну привет генерал жирака лови бабах давай-ка мы тебя застанем ненадолго чтобы ты мне не мешал есть готов красавчик опять я мусор подбираю итак еще два опаснейших черных дракона больше не участвуют в поисках яйца однако самое серьезное испытание еще впереди я бесконечно я бесконечно я бесконечно сожалею о том как мы нет как я обращалась никсандрой 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 я заставляла ее откладывать яйца и ставила над ними опыты снова и снова без конца даже сама будучи матерью я с трудом могу представить себе ее горе нет мне нужно быть сильной в конце концов мы стараемся на благо будущих поколений черных драконов ее жертва не была напрасной она кружит над руинами каргата к северо-западу от нового каргата обезумевшая от ярости пожалуйста герои избавьте никсандру от страданий как скажешь как скажешь избавим битва драконов никсандра ну здравствуй никсандра а как меня тебя так избавить там давай-ка мы вот здесь вот приземлимся чтобы другие нам не мешали а то их тут полно этих маленьких дракончиков мой народ не забудет о том что вы сделали мы обрушим на вас весь наш гнев смертная ну извини никсандра придется тебе умереть мы с братьями себя будем бить больно бить у меня нет цели опять мусор подобрал да что ж такое детенышник сандр давайте теперь детенышей убьем мне нужна цель у меня нет цели ну вот ж стреляй Тебе не нужна цель, у тебя здесь полно целей. Очень хорошо, что они здесь близко друг к другу, это очень хорошо. О, привет, еще двоих и мы на этом заканчиваем, отлично. Задания выполнены. Так, подумать только, Никсондра ведь могла стать матерью новой черной драконии стаи. Ее смерть благодеяние во имя будущих поколений Азерота. Эрестраза, что ж ты говоришь такое, нехорошее это. Теперь, когда большинство черных драконов покинуло бесплодные земли, переносить яйцо стало безопасно. Я буду на небольшом плато к северу от нового Каргата. Окей. Идемте говорить с Рей. Блин, а мы не взяли задания в том лагере, черт подери. А там наверняка полно всего было. Что-то я с этими гномиками вышел за предел лагеря и так я не вернулся. А я хотел просто их испытать. Приколы. Ладно, потом уже сделаем эти задания. Доделаем уже. Так даже интереснее, мне кажется, когда мы концентрируемся на одном квесте за раз. Вот особенно на таком эпичненьком. О, привет. Ну ты и спряталась. Яйцо не может оставаться на одном месте. Опасность подстерегает повсюду. Смертокрыл, даже потеряв разум, все равно знает все укромные места в этом мире. Яйцо нужно все время перепрятывать. Подожди здесь, я достану яйцо. Катсценочка. Спорим, яйцо уже кто-то украл. Я оставлю это прямо здесь. Теперь осталось достать яйцо. А где яйцо? Как поживает моя крошка? Нет, только не ты, нет. Ой, это же этот сам. Ах ты, дерзкая тварь. Думаешь, я не знаю, что вы замышляете? Это ж Смертокрыл, да? Ты готова умереть, дракон? Да, прошу тебя, сжалься над яйцом. Сжалиться? Жалости не существует. Ты будешь гореть в огне за то, что ты сделал, дракон. Поганый Смертокрыл. Офигеть, какой он огромный. Он убил ее? Эх, беда, беда. Дар Риастразы. Риастразы. К счастью, Смертокрыл вас не обнаружил. Рея, яйцо черного дракона, возможно, не так повезло. На горизонте чисто. Если Риастразе с яйцом чудом удалось избежать пламени Смертокрыла, возможно, она отчаянно нуждается в твоей помощи. Погнали. Нужно срочно помочь Рея. Реястраза. Я иду, держись там. Где мой огнетушитель? Черт, а я же его выкинул. С тех пор, как впервые зашел в эту игру. Я больше им не пользовался. Герои, если вы это читаете, значит, мои опасения оправдались. Смертокрыл нашел нас. Яйцо уничтожено. Я погибло вместе с ним. Таков и был изначальный план. Дело в том, что Смертокрыл уничтожил не то яйцо, которое искал. Задание в бесплодных землях. Отлично. Не то яйцо говорит. Понятно. Понятно. Ладно. Так, поговорим с доктором Иеронимом Бламом. Чем могу помочь? Ты не единственный из смертных, кому удалось завоевать доверие Реистразы. Я тоже сумел. И уже отправил очищенное от скверных яйцов в безопасное место. Подальше от бесплодных земель. Зародыш продолжит развиваться, не попав в поле зрения Смертокрыла. Род Красных Драконов столь же великодушен, сколь и могуществен. Реистраза просила передать тебе вот это. Последнее яйцо Реи. Последнее яйцо Реи, а в нем наверняка есть Дракон. Нет? Дар Амариона. Персональный предмет при сделке к критическому удару. Повышает силу на 32 сек. Ладно. Пусть пока валяется. Так, ну что ж, ребятки, неплохая такая сюжетка вышла с этими Драконами, да? Все-таки не зря я сходил в бесплодные земли. Теперь нам нужно вернуться в тот лагерь, потому что я не взял там задания. Вот. Все задания тоже нужно выполнить. И как только мы их все выполним, мы отправимся в Запределье. Виктория Долин. Ух ты, сколько у тебя заданий. Давайте сначала что-нибудь попроще. Где тут у вас? О, ты у нас еще. Террансшторм. Террансшторм. Я бы сказал, что у нас тут сложности с Драконами, хотя их, похоже, больше интересует новый Каргат, чем наш скромный лагерь. И все же я отрядил наших лучших ребят сдерживать Драконов. Есть, правда, кое-что оставшееся без внимания. Это лагерь Ограф к юго-западу отсюда. Похоже, из их логова вышла небольшая армия. Мы не можем просто сидеть и ждать, пока они зайдут к нам в тыл. Солдат. Сократеев численность, пока они не сократили нашу. И нам дадут лук. Так что это задание, походу, нужно выполнять. Лук, правда, какой-то кривой, не очень красивый. Что поделать? Ботиночки. Плащик зато прикольный, красивый. У меня вроде нет такой трансмагрификации. Плаща. Да. Ну, лук мне, в принципе, не нужен. Так что. Береги себя. Ой, что это я забыл взять. Забыл взять задание. Чем я могу помочь? Выживает жирнейший. Нифига себе. Припасов у нас кот наплакал. Черные драконы разоряют наши охотничьи угодья. И нам негде раздобыть пропитание. Зато у огров на юге есть все, что нам нужно. В их пещере ты найдешь вдоволь запасов мяса и ремесленного сырья. Огры наверняка так просто все это не отдадут. Поэтому будь на чеку. Счастливого пути. Погружение в бездну. В бесплодных землях обитает довольно необычный народец. Многие довольно давно. Вот, например, остановившись тут в городе три джентльмена. Останавливались тут в городе три джентльмена. Не могу припомнить их имена Дворфа. Кажется, звали Тельдорин. Так или иначе, пару дней назад они отправились отсюда на юг с полным рюкзаком Эля. И с тех пор от них ничего, никаких вестей. Думаю, они пошли к тому большому разлому. Не мог бы ты сходить за ними. Хотелось бы убедиться, что с ними все в порядке. Отыщите Тельдорина, заблудшего в разломе разрушителя миров в бесплодных землях. Береги себя. Наверное, разрушитель миров это тот чувак, который там кратер оставил. Который мы уже убили. На помощь Братству Тория. Дворфы из клана Черного Железа и Коварны. Так, Дворфы из клана Черного Железа и Коварны. Но у нас есть и другие враги. Я несколько раз обращалась за помощью к Дворфам из Братства Тория. И они всегда шли мне навстречу. На днях в город приехал мой стародавний знакомый Джек Глыбанок. И попросил меня отправиться с ним в какой-то поход. Кажется, это для него крайне важно. Я немного занята, не мог бы ты пойти вместо меня. Просто иди на запад по дороге в тлеющие ущелья. Ты повстречаешь его сразу на краю бесплодных земель. Так, пойдемте отыщем для начала Тельдорина Заблудшего и убедимся, что с ним все в порядке. Это задание ближе всего. Ну, здравствуй, дружище. Походу, с ними все в порядке. Тебя послали убедиться, что с нами все в порядке. Да я эту пустыню знал как облупленную, когда эти дурни еще пешком под стол ходили. Мы просто сюда пришли потравить байки о старых добрых временах. Очень уж место для этого подходящее. Любишь рассказывать всякие истории? Добрый пути! Смертокрыл натравил... Ой, Смертокрыл натворил немало бед, пролетая через эти земли. Если бы не я, он бы по-прежнему тут хозяйничал. Смерть среди добрых жителей бесплодных земель. Что, не веришь? Ладно, я тебе расскажу, как все было. А, понятно. Это вот Смертокрыл, наверное, оставил этот кратер, да? Ну, здравствуйте. Я этому дракону врежу по зубам. Ой, там сверху диалог идет. А я и не заметил. Печалька. Я и вам покажу. Стоял погожий солнечный денек. Я занимался своими делами, как вдруг появился Смертокрыл. Ух, и получит он у меня по зубам. Так. Заблодший кричит. Я этому дракону врежу по зубам. Так, понятно. К тому же, Катаклизм пробудил кучу разгневанных элементалей. Ах, вы грязные элементали. Воскликнул я. Я и вам покажу. Понятно. Сейчас. А, мы за него играем. Ого. Класс. Класс. Блин. Черт, в бесплодных землях интересно. Интересно. Иди сюда. А ну, получи. По зубам. И ты сюда иди. Хэрис. 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 Получай поганая гадила. Ой, гадина. Гадила. Ну, этот дракон похож на Смертокрыла. Все. Готово. Можно сваливать. Интересно. А я могу им бегать вообще? По Азероту. Ну, да ладно. Не будем проверять. Это не важно. Что дальше? Вырежьте Смертокрылу по зубам. А чего? Может, я не выполнил чего? Что могу помочь? Добрый путь. Так. Ну, пропускаем. Давай быстрее, быстрее. Все прекрасно помню. Я занимался своими делами, как вдруг появился Смертокрыл. Я сказал себе, ух, и получит у меня этот дракон. К тому же, катаклизм пробудил кучу. Ну, понятно. Он все продолжает и продолжает. Так. Так, так, так. И где Смертокрыл? Как мне врезать ему по зубам? А, он там в конце. Ну, ладно, погнали. Погнали. Жаль, не показали, как он тут кратер оставил. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Эй, ну, давай, залазь. Да что ж такое? Блин, мне еще обходить, что ли, в обход, что ли, идти? Ай, погнали, в обход. Мой гном летать не умеет, к сожалению. Где тут, интересно, можно взобраться? Что-то ты не туда зашел. Понятно, короче, если ты не туда зайдешь, то... будет совсем печалька. Но как мне добраться до этого самого? И врезать ему по зубам? Или я могу врезать ему по зубам как-нибудь по-другому? Вот вам. О, пролез. Умри. И ты умри. И ты умри. Так, и куда мне, куда мне тут можно пролезть? А, отлично, вот так можно пролезть. Получи. Давай, давай, давай. Давай, есть. Молодец. Танцы с бубном начались какие-то непонятные. На. Так, стопэ. Где-то тут, наверное, можно... Ну-ну-ну-ну. Нет. Ну же. Ну же. Ты сможешь, блин. Я в тебя верю. Короче, наверное, не здесь. Наверное, где-то там. Получай. Есть. Ну, нифига себе, какой сильный гном. Это он тут так разносил всех, да? В одиночку. Всех мудохал. Или это просто пьяные истории у костра? Наверняка, это просто пьяные истории. Вряд ли он такой мощный. Так, куда тут можно залезть? О, отлично. Так, а нам нужно кого-то убить вот здесь. Да, точно. Видали? Прикольно. А я и не знал. Смертокрыл аспект смерти. Как-то он по-человечески выглядит. Ну, то есть большой, конечно. Слишком большой. Я и не знал, что он может в человека превратиться. Ну, да ладно. На, получи. Вы видали, он завалил Смертокрыла. Вы в это верите? Я нет. История, что надо, не так ли? Теперь ты понимаешь, почему Смертокрыл с тех пор не возвращался. Ну, вообще-то он уже вернулся. Нет Тильдарин. Чего? Нет Тильдарин. Все было совсем не так. Блин, сейчас и этот нам расскажет историю. День, когда пришел Смертокрыл. Вся правда. Тильдарин не просто все переврала. Его история скучна и напрочь лишена воображения и динамики. Сейчас я тебе расскажу, как все было на самом деле. Ну, во-первых, никакого солнца и в помень не было, когда появился Смертокрыл. Все небо было затянуто тучами. Этот подлый трус. Так, ну держись, червяк, найду. Я тебя в этих... Ты у меня живо в Калимдор улетишь. Ну, ладно. Я решил чего-то там. Он чего-то там решил. Так. Не можешь там рассказать, что там решил. Я решил уменьшать мир до тех пор, пока не достану до облаков. А, понятно. И что дальше? Ну-ка, еще раз причем. Ну, держись. Так. Червяк, найду я тебя в этих тучах. И что дальше? Пойдемте искать. Обыскивает облако в поисках Смертокрыла. Ты обыщешь облако или нет? Ну, ладно. Будем считать, что обыскало. Идем дальше. Есть еще какие-нибудь облака? Или только одно? Блин, только одно облако. И я что-то не так делаю, походу. Надо, наверное, повыше забраться. Какой громадный гном. А, я еще больше стал. Понятно. Опа. Опа. Красота. Есть. Эй, сейчас я вас раздавлю. Блин. Так. Где у нас следующее облако? Найдите Смертокрылая. Дорасти до самых небес. Опа. Растем. Когда мир стал достаточно маленьким, я начал искать в тучах Смертокрыла. Смертокрылая. Но тут его нет. Где же ты? Вы представьте такого огромного гнома, чтобы он гулял по улицам. Вот так вот. Интересно, а люди меня видят там внизу? Вряд ли, конечно, да? Вряд ли. Так, сейчас мы найдем этого засранца. Где бы он ни был. Попался. Ах ты, трусливая ящерица. О, я поймал. Вы смотрите, что я с ним делаю. Я просто взял его в руку и все. И все. Да. Вот такие вот дела. Приветствую. Конец. Морали у басни нет никакой. Ну пока. Да уж. Ох, Люсиен, похоже, на сегодня тебе хватит пива. И правда, вам всем хватит. Раундхоу. День, когда пришел, смертокрыл. Все было совсем иначе. Эти двое вообще не умеют рассказывать. У Тельдорина все как-то скомкано. А у Люсиена натурально получилась история переросток. И не у того, и не у другого. Ни слова, ни слова о горячих цыпочках. О горячих цыпочках. О, класс. Устраивайся поудобнее, Атерос. Я тебе расскажу, как все было. Окей, давай. Возвращайся с победой. А ну покажи горячих цыпочек. Небеса плакали кровью в день возвращения смертокрыла. Кажется, в этот момент я как раз хвастался своим байком перед какими-то там цыпочками. Ночная эльфийка, женщина-человек, эльф-крови и поклонница орк. Ну-ка. Я как раз хвастался своим байком перед какими-то цыпочками смертокрыл. Они, понятное дело, очень испугались. Ну, а у меня в коляске место было только одно свободное место. Ага, понятно. Ну, мы, конечно же, выберем... Эльф-крови поклонник. Это что за фигня? Я что-то не понял. Это на что намеки? Да ну нафиг, неужели и сюда запихали гомосяцину? Ой, все, пошли вы нафиг. Дай-ка я с ночной эльфийки поговорю. Ну она. Экзотика все-таки. Запрыгивай, детка. Я могу умереть спокойно, зная, что последние минуты жизни провела с Мартеком. Вот так вот. Блин. Вот, кстати, этот мотоцикл я хочу как-нибудь себе достать. Скрафтить или купить. Классная вещь. Брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум. они что там сосутся что ли что за бусятки я слышу тут бусики бусики жму сики брум 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 ай-яй-яй больно же быстрее 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 нужно быстро проехать брум 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 ну вроде бы норм стопы нам куда-то нужно заехать баги это баги я летаю прикольно так ну мы уже близко смерта крылу сейчас он его соблазнит этого смерта крыла стопудово давай 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 топи ну уже давай топи 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 есть ну здравствуй хотя бы у всех он выглядит одинаково я этому дракону врежу но он встал потом потом что все понятно ты был просто наблюдателем этакий орк байкер которому на все чихать уму непостижимо как эти олухи вот так меня оборвали на полусловие такой рассказ как бы то ни было спасибо что слушал так долго хорошо когда есть кому рассказать историю другую думаю люсиен стиль дарин нам чувствует то же самое может и ты нам что-нибудь расскажешь извини что перебиваю мартек но ты должен согласиться что в моем исполнении рассказ в сто раз лучше в следующий раз выпивка за мой счет ну ладно ребятки вы тут продолжаете бухать главное главное до поножовщины чтобы дело не дошло а то такое случается иногда во время время распивона у некоторых людей но вы не люди так что все норм так убиваем ограбь сейчас нужно 12 штук серия опять же будет длинная друзья мы закончим наверное в этой серии эту локацию чтобы в следующей серии уже отправиться в запределье все время хочу сказать беспределье в запределье так там руда так что извини подвинься извини подвинься друг отличненько сейчас мы по быстренькому расправимся с этими ребятками всего-то 6 штук осталось так их там сколько о трое 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 стреляем вот сюда бам блин а не повезло и ты иди сюда так осталось два что нам тут еще нужно выживший так выживать жирнейший вот еще два задания осталось вроде как ну я конечно же уверен что нам еще подкинут задание когда мы эти сдадим я не могу атаковать но будем надеяться что что не что на этом будет все так готово выживать жирнейший выживать жирнейший чуть дальше где-то там понял вас мясо из запасов гнилобрюхих отрез шелка клана гнилобрюхих отрез шелка хорошо слишком далеко слишком далеко говорит ты потише потише не на ни в кого стрелять может мы и без стрельбы разберемся 8 мой охотник мой охотник сам натягивает тетиву я его я его не прошу это делать но он это делает видимо он любит убивать так 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 умри ты мне мешаешь не достаю слишком далеко быстро респицы нифигово так быстро респицы это мяскон все готово можно назад еще один сундук но мы его уже на выходе поднимем полагаю или нет все таки пойдем дальше спасибо за денежку вот последний сундук готово все пошли назад можно сдавать поговорите с джеком глыбок многом на передовой братство тория а ну ка это где понятно нет непонятно нифига а все ясно тоже другой локации это и что это у нас за локация тлеющие ущелье не спасибо мы завершаем друзья эту локацию похоже в этой серии да и отправляемся за пределье как вы как вы и хотели друзья как вы и хотели как я хотел наконец-то мы продолжим качаться все таки все таки главное для меня сейчас именно прокачать этого персонажа квест тоже важно но квесты могут потерпеть немножко вот рада твоему возвращению вижу общение с ограми не доставила тебе особых хлопот держи пара монет за труды удачи и тебе удачи так терранс шторм спасибо человек однако боюсь мне нечем тебе отплатить кроме восторженных аплодисментов терранс заглядывает свои сумки а вот и есть чем на держи как ботиночки выглядят ботиночки выглядят неплохо неплохо ну мой плащ тоже норм выглядит так что все таки ботиночки возьмем чем больше шмота для трансмагрификации тем лучше как мне кажется все все друзья мы закончили с этой локации и мы закончили с чем мы тут заняты были вот короче говоря и мы просто просто берем сейчас берем ой не то не то берем не то берем сейчас я вспомнил где мы что берем нет не тут 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 вот тут запределье хотя знаете мы возьмем это задание в штормграде с доски объявлений чтобы было как бы это сказать более правдоподобно да по роллплейски так ну поэтому мы сейчас туда и полетим в принципе ребята вы можете больше не смотреть разве что я задание прочитаю сейчас когда прилечу в штормград а где у нас штормград вот он в штормграде на доске объявлений мы почитаем задание и отправимся в беспределье точнее в запределье вот прикольное кстати задание было в этой локации блин бесплодные земли рая рая дала нам неплохую сюжетку который мы запомним навсегда да про черных драконов темных драконов или как они там которых мы очищали от скверны и потом прилетел никто иной как сам смертокрылый убил рейу беднягу но смертокрыл поверил в то что он убил рейу и уничтожил одновременно с ней и яйцо чего на самом деле не случилось поэтому в данном случае есть вероятность что мы в будущем еще повстречаем того самого дракончика который вылупится из этого яйца и каким-то образом послужит благому делу вот есть некая загадка интрига вот ну возможно это такая же интрига как в некоторых сериалах которые заканчиваются после первой же серии да но надеюсь что нет здесь мы еще увидим что к чему а что касается вот этих вот локации друзья которые мы сейчас прилетаем не волнуйтесь не волнуйтесь друзья мы сюда еще вернемся мы сюда еще вернемся мы пройдем обязательно мы прочитаем все квесты вообще которые есть в азероте все будет круто друзья просто продолжать смотреть мое прохождение и все мои оставшиеся прохождения которые будут по орку там и по наш кооператив с бэйном и так далее это кто такой кстати кого это мы пролетели и какого хрена здесь орда делает если здесь статуя какому-то человеку блин красиво красиво здесь наверняка какой-то вход в какую-то не знаю не знаю какой-то данжик да но ладенько штормград до темная горящая локация сменяется элвинским лесом где все цветет и пахнет ну разве не круто конечно круто блин всегда приятно вернуться в эту локацию вкусный чаек хоть и холодный извиняюсь не в то горло маленько попала я уже говорил или нет ребят вы можете уже завершить просмотр этой серии ну или точнее перемотайте вперед если вам не интерес смотреть на мои полеты там где буду брать задание мы его почитаем хотя нет стоп раз мы в штормграде пересядем на грифона ой что-то лагать начало ой потише потише эти лаги возвращение героям за пределье по приказу его величества короля андуин арина все подданные альянса способные держать оружие должны явиться командиру дарону на полуостров адского пламени нашим экспедиционным силам требуется помощь в борьбе с армиями демонов пылающего легиона через портал нас на среднем уровне башни в квартале магов отправляйтесь ступеням судьбы в запределье за честь и славу альянса явитесь командиру дарону на ступени судьбы что на полуострове адского пламени будет сделано сэр будет сделано ну что ж вперед вперед отправляемся квартал магов у нас где-то здесь подожди а что там за задание такое было вон я его вижу даже а пивной фестиваль точнее хмельной фестиваль так ладно ребятки я тут вспомнил что у меня опыт заблокирован это мне больше не требуется нужно его разблокировать так что я все-таки завершу серию еще в штормграде надеюсь вам понравилась эта серия мы прошли очень много квестов добили долину эту самую бесплодную вот и в общем узнали что случилось с рей и что яйцо уцелело и все такое и смерто крыло увидели в общем все было круто в общем ребятки ставьте лайки подписывайтесь комментируйте увидимся в следующих сериях всем пока